добрый день наш кем-то узбекистан понятно слава богу что-то не русский вообще не русский по паспорту слава богу так по паспорту по душе надо быть может быть может быть кто хочет по паспорту бьют не по паспорту бьют по морде типа того да из какого я из полтавы полтава слышали слышал конечно из ташкента наверняка тоже слышали конечно слышал я еще с детства слышал одно выражение ташкент город хлеб и вот принципе знаешь классно классные базары раньше были не знаю как сейчас и люди общительные ну вот все же я принципе знаю ташкент как был хлебным так и остался хлебосольным законы гостеприимства никто не отменял базары мало того что они сохранились еще новые появились шикарные базары и люди приезжают просто это для них даже базар наш наш базар как какая-то достопримечательность особенно если они в начале осени после драры приезжают это полное изобилие все запахи жалко невозможно передать через интернет запахи я конечно не в таком количестве но у нас же тоже и арбузы и дыни все это у нас абрикосы все это у нас есть ну просто у нас она очень много у нас поменьше тут все есть у нас тоже и дыни растут небольшие конечно абрикосы у нас хорошие здесь я знаю но на полтаве конечно я не бывал а вот в харькове в ворославграде так теперешнем луганские в днепропетровске теперешнем днепров киеве во львове бывал в командировках но это было в советское время последний раз я на украине был в 1986 году давно ну да это еще же вы были когда это вся сабдеповская разруха и все это в принципе там и разницы небольшой не было шоу вашу нас ну я бы не сказал разница была я например я вам объясню даже приезжая предположим в командировку в в харьков я у меня прям список был от супруги я привозил я сыр привозил с харькова в ташкент я колбасные изделия кокол полку полукопченые колбасы из харькова вез я вез что еще блин ну там она заказывала конфеты вот это я помню уровень жизни на украине был получше чем в узбекистане положа руку на сердце ну в украине понимаешь да принципе можем может и так ну потому что у нас у нас же сельское хозяйство животноводство развито было и и государственном плане и на подсобном хозяйстве у нас всегда всегда все какую-то скотинку держали и огород всегда садить у вас не только сельское хозяйство я-то приезжал к вам не просто так погостить я приезжал в командировке я очень много гигантов украинских вот именно промышленных знаю на которых я работал на заводах этот хтз хтд завод имени малышева в этом в луганске теперешнем был в заковы это значит ворошлавградский завод коли коленчатых валов туда приезжал во львов на автобусный завод тоже приезжали внедряли мы металлорежущий инструмент так что я насчет уровня жизни украины и узбекистан и знаю не пас не понаслышке то есть я был бывал и у меня в харькове самое интересное что остались мои сверстники но я уже достаточно взрослый человек мне сейчас мне уже 66 я еще до вас до ваших годов не дотянул мне 58 скоро 59 дай бог будет 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 мы сейчас так живем что хрен знает что будет через пять минут брака ракеты над башкой летают и хрен его знает куда она упадет просто как-то адаптировались свыклись ну хрен его знаю харьков прилетела в киев прилетела кривой рог этот потом как его херсон там же постоянно летает все прилетает также там жестяк там же не то что по телевизору показывает там на самом деле летит и летит куда не попадет они ж по телику знаешь как показывает как прилетела в девятиэтажку жилую в россии сказали это было там это общежитие каких-то нацистов прилетела бреха в магазин а там оружие на складе прятали знаешь как у нас когда я в армии служил такой типа прикол был что ядерная бомба всегда попадает в центр в эпицентр ядерного взрыва с этим не с этим не поспоришь вот и в россии в российском телевизоре всегда куда бракета не прилетела деду деду в дом прилетела значит там это что что-то было военные хотя даже с моей точки зрения кто им дал право даже по нашим военным объектам стрелять понимаешь мы другая страна так что такие дела печально печально кепка у вас зачетная прикольная это в узбек в узбекском стиле сделано не поверишь я вот блин если ну как сказать знал у меня до сих пор где-то узбекская тюбетейка лежит мне когда я был было пять лет кто-то приехал не помню кто-то ездил в узбекистан и пример привез мне эту тюбетейку и вот прошло уже 60 с лишним лет она до сих пор где-то у меня есть понимаешь она не выгорела я ее не выбросил просто рука не поднимается я знаю что она вышита руками и такая прикольная но до сих пор есть но вот это конечно уже не ручная работа это это вышивка но это уже на машинке сделано я понимаю как вообще к войне относишься вот и лично лично я вот ты сейчас меня поймешь давай познакомимся как тебя зовут там и с тобой разговаривали очень приятно меня зовут искандер 66 лет назад меня так назвали родители комплекса даже в помине не было еще как это ну типа прикол в этом в российском аэропорту внуково полиция забрала чувака который встречал своего друга ну из средней азии и на табличке было написано за мир за киев ну как я могу относиться к этой войне к любой войне относишься плохо потому что это это жизни людей это жизни молодых парней как с одной стороны так с другой стороны это во первых во вторых я рожденный в ссср меня эта страна воспитала эта страна дала мне два высших образования это что происходит между украиной и россии мне сейчас на голову не налазить почему потому что но я всем сказал что я ездил по украине объездил и все что происходит и но откровенно говоря положа руку на сердце может быть ты сейчас будешь на меня и обидишься на меня но отношение к зеленскому у меня сильно сильно поменялось после того когда шла привык предвыборная кампания я очень надеялся что этот человек выполнит свои обещания а самое главное основное его обещание было я прекращу войну если перед кем-то надо будет для этого встать на колени я встану вот это самое главное согласись вот просто ну ты же взрослый мужик согласись у него все инструменты в руках были для того чтобы прекратить это я хочу задать вопрос во первых он он говорил он потом даже объяснял он говорил о себе тут проблема в том что мы не собираемся ставить на колени дело не как ты не понял меня нет это это ты ты не понял то что это он он о себе говорил все правильно но самый главный посыл его был я переводя просто на дима на дипломатический на простой язык даже не просто какой дипломатический просто простой два мужика вот я и ты мы с тобой это услышали совершенно одинаково он сказал что я любой я любой ценой добьюсь мира хорошо хорошо а как допустим вот ну как мы с тобой поссорились да ну не дай бог конечно да я говорю я буду все делать чтобы помириться а через полчаса ты забегаешь сбиты и бьешь меня по роже по спине и ножом тыкаешь в спину блин и они все кричат а почему ты с ним не миришься ты же обещал понимаешь чуть-чуть другая ситуация сейчас мы мы с тобой реально нормально разговариваем на нормальных тонах я то я вообще не люблю ни ругаться ни материться я вообще не люблю вот этого и когда два взрослых человека встречаются они всегда могут найти общий язык при всем при том что у нас могут быть диаметрально противоположные точки зрения согласись мы можно с тобой разговаривать я свои мысли озвучиваю а ты говоришь мне свои мысли и это и есть это и есть диалог нормальных людей согласись пример пробитую но немножко натянутый объясню почему не было ли чего не было ли такого что восемь лет россия уговаривала подписать мин не было не было такого я вам во первых если вы хотите меня услышать я слушаю во первых вы знаете в чем в чем заключались минские договоренности во первых начнем начнем из того что я вам если хотите я вам расскажу не сказки телевизионные а из первых рук у меня друзья допустим мой сослуживец которым я в армии служил он живет город краснодон 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 в луганской области восемь километров от россии понимаете и и он единственное за что я его очень уважаю но он в начале вот четырнадцатый год майдан вот это он так сказать был противник все всего этого живя там но за что я уважаю он всегда говорил правду он просто вот даже неудобную для себя правду он говорил прямо так вот я просто начну я не я быстро расскажу во-первых он рассказывает мне в четырнадцатом году вот вы ты знаешь что на майдане деньги платят когда майдан был а я тоже на майдане был откуда ты взял такую информацию а наши ребята ездили туда и привезли оттуда деньги им заплатили я такой сергей я тебя слушаю внимательно я себе в чайник налью воды чай хочу сделаю хорошо хорошо а и он говорит говорю ездили типа наши ребята из луганска и привезли денег говорю так подожди стоп они ездили на майдан или на антимайдан если вы знаете был антимайдан и был и майдан правильно да 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 я знаю да и он мне тут тогда говорит а так какая нахрен разница они оттуда привезли деньги они ездили типа на антимайдан и привезли вот понимаешь то есть для человека нет разницы поехали в Киев на майдан и привезли оттуда деньги но они ездили не на майдан а ездили вот на проплаченные митинги за антимайдан за вот эти слова я это не кто-то где-то там сказал он прекрасно рассказывал как говорю у вас там протесты какие-то проходили да я тоже ходил с женой говорю и что да ничего нам не много но по 50 гривен нам платили понимаешь то есть он говорю так это Саша это же аморально в принципе махать любым флагом любым хоть за хоть против за деньги это ж ну я считаю что это неправильно человек должен выходить только за идею правильно за любую но но не за деньги а она говорит да ничего что мне в 50 а тогда 50 гривен это было скажем 10 долларов она говорит ну так что деньги в семье не помешают нам по барабану понимаешь вот потом он он в 14 году позвонил мне и говорит хочешь я тебя что-то вот включу послушай я же говорю что а он как раз в Краснодоне главная улица и вот от границы у него трасса шла под этим под домом да он включает телефон и я слышу гул и он говорит вот так больше 8 часов подряд я говорю Саша а что гудит она говорит ну как говорит из России идет техника идет техника военные вот эти Уралы Грады и вот это вся фигня 8 часов подряд в 14 году это происходит да да в 14 году я говорю Саша такая то как это там контрольно-пропускной пункт там все это как это может я еще тогда не догонял говорит так там уже давно никого нет говорит мы уже несколько дней ездим заправляться в Россию там даже пограничников никого нету понимаешь это насчет того что там не было российских войск не было российской техники один вопрос можно я прерву на секунду тебя один вопрос почему потому что я это все таки немножко отслеживаю то есть я смотрю сайты европейские и смотрю документы европейские была была опровергни меня если это неправда была комиссия ОБСЕ в состав которую в этой комиссии входили в том числе и украинские наблюдатели и они отчет есть на их сайте ОБСЕ что не зафиксировали они в 14 году ни одного российского подразделения не было они пишут о том что не было регулярно регулярных регулярных не было ехали чуваки вот эти донские казачки откуда у донских казачков не я тебе говорю что у них патрули ходили у них патрули ходили вот эти казаки в пахпаха ходили они приехали как туристы добровольцы понимаешь как они заехали хрен но они там были понимаешь а эти какие какое отношение к регулярным войскам имеют казачки Сереж вопрос такой подождите мне интересно кто их выпустил с российской стороны вот этих всех туристов понимаете все же делается ну она и называется война гибридная все делается так что типа нас там нет они идут без шевронов они идут вот допустим те самые офицеры российские они пишут заявление увольняется из армии и и он как как ну как доброволец какой-то или как я не знаю как ну вообще человек гражданский он едет туда на войну но он же не перестает быть военнослужащим но они блин смотри я в таком случае россияне они вообще очень коварные оказывается я тебе скажу вот такую вещь что самое интересное они из каких-то запасников у меня даже ощущение такое складывается что они вытащили из какой-то из какого-то музея военной техники точку у которая давно снято с производства и на вооружении россии и бомбанули по краматорску было такое подождите подождите на вооружении россии она есть потому что нету подождите я это может можете даже загуглить сейчас если у вас есть гаджет какой-то блогер рассказывает просто в гараже там работал и слышал блогер вот так человека застал говорит а ты загугли парад в москве точка у и там прекрасно на параде даже комментирует что вот идет по площади наша точка у и все остальное сереже самое интересное то что произошло в карматорске это же не я в смысле в карматорске это что прилетело да прилетело когда я подожди подожди я же просто я мы же с тобой не ругаемся а просто разговариваем итальянские журналисты по моему сняли эту точку у и по номеру этой точки у это все очень легко пробивается было доказано что это ракета украинская и и все и все европейское сообщество это признало и потом второе миссия подожди миссия ОБСЕ говорит о том что регулярных войск не было ты мне сейчас говоришь что там были казачки окей вот так можно мы можем с тобой на эту тему разговаривать до бесконечности и друг другу рассказывать что какие войска были и где они были а факты фотографии почему нету нигде этих доказательств а то что мне бабка у подъезда на скамеечке рассказала ну это бла-бла-бла согласись подождите то есть вы мне хотите сказать что Россия такая мирная страна что она нигде не воюет и нигде ее нет ничего я этого не говорил то же самое как я точно так же не буду говорить что Украина мирная страна и нигде не воюет потому что есть доказательная база факты что ваши наемники такие же казачки воевали в Чечне что они там делали то в то же время вооружение Украина поставляла Грузии и ваши 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 воины были и в Грузии что они там делали что они делали мне просто интересно а что делала российская армия в Чечне которая так же как Донецк и Луганск это внутренняя территория это внутренняя территория России так представьте внутренняя территория была Луганск и Донецк что они там делали когда они начали делать когда после Крыма сразу где их вообще не было А почему а почему А почему луганчане и дончане с которыми я разговариваю мне говорят нас 8 лет обстрелили в США А почему луганчане и дончане которые в Киев убежали оставили все свое имущество ненавидят русских а почему те к-кл-кл-кл ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-х-х я уже не выдержал не выдержал не захотел ну ладно